Смотрите, сегодня мы будем опять рассматривать закручивание колка. Почему? Потому что у нас нет четкой фиксации. Вот фа у нас, да, вот видите, мы, допустим, берем вот основной, правильно звучит, да, а вот вторая струна, которую пара, она не встроит. Мы пытаемся. Видите, он выворачивается постепенно, то есть звук не фиксируется. Сейчас мы будем снимать. То есть мы сначала выкручиваем, то есть аккуратно, вроде бы давление даже существует, но тем не менее, держать такую вот отверточку я ставлю под конец. Наши струны аккуратненько я снимаю из отверстия нашего. Вот теперь можно использовать. Только при операции обязательно нужно, чтобы струна не сошла, потому что потом очень трудно будет даже при новой запрессовке его поставить. Очень аккуратно операция выполняется, потому что, чтобы не повредить посадочного места, пробку вот, отверстия из бирбанки. Вот так постепенно, постепенно, ну, выкручиваем. Я немножко, так сказать, экономлю время по такому печени, потому что мы ограничиваем по времени съемки. А вообще, операцию, конечно, можно поворачивать медленным образом. Вот, вот уже появилась у нас насечка, респа-насечка, которая непосредственно фиксирует нашу струну. Даже, видите, не прескрип, такой вот присущий, да? Значит, он не сидит там, как на улице. Уже либо дерево сработало, либо пробка в нижней ее вот части. Вот, вот мы сейчас выкручиваем. Следующая наша операция будет уже, когда мы непосредственно будем вкручивать. Так, непосредственно теперь вот я из графа-картона, обычный картон у нас, вот в коробке, да? Вот вырезал прокладочку. Вот я ее, видите, ни нижнюю, ни правую часть, значит, не отмечаю. Вот, при помощи пинцета медицинского. Вот так вот делаем ее вроде бы как по окружности, да? Вот она вот такая. Теперь непосредственно где маколог вот этой фан, значит, большой отталой. Вот так, видите, я ее туда устремляю. Вот, вот вроде бы как в Вильбербанк он уже упелся, вот так вот. Теперь самое главное, вот смотрите, вот я беру, вот, основание, да? Вот ключ насаживаю вот так. Вот она у меня насадилась. Теперь вот с небольшим усилием, видите ли, вот так. Причем, вы заметили, струна у меня, струна, она у меня непосредственно уже надета на калок. Вот, и я теперь, например, не медленно. Сначала он будет вроде бы как столовчик сопротивляться. Вот, здесь нужна осторожность и точность в работе. Почему? Ну, потому что у нас струна подмоткой, да? То есть, редкая струна. Тем более для этой марки инструмента. Чтобы ее не повредить, чтобы он закрепился. Вот так. Вот так. Не надо думать, что он не пройдет, но все время постепенно, постепенно будет запрессовываться. Теперь можно показать, что у нас она устремлена. Прокладочка сместилась чуть-чуть в право, но это не страшно. Почему? Потому что работает в основании натяжения у нас не сама прокладка, а скажем так, ее частицы. То есть, этот гафрокартон возрушает под давлением. И вот этой вот мягкой, стремленной части он у нас начинает так, под эффектом, скажем так, заскаленного утюга, потому что сейчас я, когда кручу, он значительно накаляется. Вот я даже сейчас чувствую при кручении, что давление, скажем так, еще половину закрученного колка от его рабочей части, оно уже значительное. То есть, мне очень приходится с усилием его упорачивать. Причем, если видно вам хорошо, то вы видите, что постепенно колокол, вот по отверстию можно смотреть, да, на который у нас фиксируется струна, он по часовой стрелке давление закручивается. Сейчас нам конечный, скажем так, промежуточный этап операций, нам нужно, вот видите, да, немножко струна у нас хотела, вот ее стены и опять и вытаскиваем еще рано. Еще нам рано. Очень страшно. Просто аккуратно и не спешим, а выгранно это делаете. Теперь я смотрю, вот, по основанию, как у нас, допустим, нижний вот этот колокол, вот, нужно еще, еще прокрутить. Но при этом, смотрите, чтобы не соскочила струна. Вот. Теперь на полномке вот кусочек, который отрезала, да, вращающую часть толка, мы убиваем его. Вот так вот. Не хочет. Оп. Все. Убавили. Так, ну еще на несколько оборотов я его подверну большую крючу. Вот. Очень уже, видите, усилен. То есть такой колокол уже будет обеспечивать там необходимое, желковысотное, положение нашей даты. Дотребовало нам результаты. Вот. Теперь вот я вижу, что у нас уже колокол поравнялся с уровнем нижнего колка, который должен был стоять. Теперь вот аккуратно, видите, я незначительно одним пальцем подвигаю и хочу попасть сейчас на основание. Вот. Я сейчас, если было видно, сделал фиксацию непосредственно по отверстиям расслеживаемых колокол. Теперь вот я незначительно его как бы углубляю. Видите, то есть, вот так вот он немножко стоит. Так, что и теперь нужно? Теперь мы видим, что у нас на основании распределяем еще штыб вверху есть. Теперь вот отвертку я незначительно поддерживаю как бы оттуда, да, ее. Вот. И пошло у нас натяжение. При этом здесь, вот видите, еще и вот так вот чтобы здесь он не шел дальше. Вот она, струна должна у нас так, колечки сюда у нас, видите, сюда. Все это можно будет затем. Вот видите, как я делаю. Так, а теперь нужно чуть-чуть шутерю часть этой струны. Вот так видите, я двигаю сюда. Вот у нас появился в окошке остаток струны. Нужно обязательно, чтобы он вышел. Так, вот теперь мы средственно ключом с массажем мы начинаем крутить. При этом колечки на колке струны не должны настягиваться. Так, вот теперь видно, что чуть-чуть у нас как бы он не дошел бы. Вот так видите, и встал. То есть ему вот эту часть на сборке видите, как она звучит очень, да? Вот так. И постепенно, постепенно. вот сейчас перезначительно выше чуть подняли. Субтитры делал DimaTorzok